Приветствую вас, Михаил, и, вы знаете, я хотел бы сказать вам о том, что вы строите отношения с людьми, с человеком, с девочкой. Вы не строите отношения ради отношений. Ну, я надеюсь, по крайней мере, что вы этого не делаете. Вы строите отношения именно ради любимой, если она вам нравится, конечно. Если у вас есть нечувства, конечно. Понимаете, у вас есть вот эта вот позиция слишком регламентированного подхода к отношениям, что может сыграть с вами злую шутку, потому что девочка может чувствовать себя слишком, ну, негативно, слишком под давлением, знаете, вот, она будет чувствовать, что вот, если я что-то сделаю, то обязательно повлечёт за собой вот такую-то, такую-то, такую-то реакцию, понимаете. Ну, и всё это, конечно, не на пользу отношениям, вот. Понимаете, смех, смех над шутками, это ведь что такое? Это непринуждённость. И если вы непринуждённые сами и создаёте атмосферу непринуждённости, то всё в порядке. А если вы сами как бы напряжены для вас отношения, то прям вот что-то серьёзное, что-то, что-то, что прям вот надо строить, надо выстраивать, да, прям это, то и девушка тоже будет напряжена, понимаете, вот. Поэтому я думаю, я думаю, что лучше всего будет, если вы определитесь с тем, почему для вас, именно для вас и именно вам так важно, чтобы отношения развивались, ну, именно вот, по, ну, какому-то определённому сценарию, да, вот. Ну, в данном случае, по такому сценарию, какой вы сами составили, вот. Мне показалось, что вы строите отношения слишком по киношному, пусть реальному даже. Паузы, начало отношений, до этого узнавания, то есть слишком, я бы сказал, мало спонтанностей у вас в отношениях. Вот, ну, именно по отношению к девушке, да, слишком мало спонтанностей. Слишком всё пытаетесь вы подчинить правилам, слишком всё вы пытаетесь подчинить нормам, слишком всё вы пытаетесь контролировать, а это, как правило, связано с потребностью в безопасности. То есть, вы не чувствуете себя в безопасности, вы чувствуете себя наоборот уязвимым и пытаетесь всё контролировать. Вот вопрос. Какую потребность вы пытаетесь реализовывать, реализовывать, вот, сейчас, собственно, с девушкой? Что это за потребность? Понимаете? Какая это потребность? Для чего вам отношения? Если это не спонтанность, если это не творчество, если это не безмедельность и не детское состояние? То есть, грубо говоря, если это не состояние, там, допустим, допустим, ну, пусть это будет игра, да, вот, если это не состояние игры определённое, то для чего вам отношения тогда? Знаете? Вот. Отношения – это не инвестиции. Это не инвестиции в, ну, в будущее, да, и так далее. Это полная непредсказуемость. Это полная неопределённость. Каждый день, здесь и сейчас – это неопределённость. И либо вы к этому готовы, потому что такая неопределённость будет иметь место быть, либо вы к этому не готовы. И тогда в отношения вам, ну, к сожалению, рано. Вот. Потому что отношения так, как вы делаете, так, как вы выстраиваете их, да, отношения не строятся. Очень скоро девушке просто будет с вами тяжело, трудно. Вот. Если ей уже с вами не тяжело, если ей уже с вами не трудно. Потому что отношения вы преподносите как определённую работу. Понимаете? А они, то есть отношения, это не работа. Это наслаждение. Понимаете? Вот. Ну, я полагаю, что вы не будете спорить с тем, что вы не наслаждаетесь тем, что происходит. Вы не наслаждаетесь своим обществом, потому что вы узнавали друг друга и так далее. очень долго. Вот. То есть у вас здесь либо есть страх какой-то, то есть вы чрезмерно осторожны оба. Вот. У нас есть какой-то вот негативный опыт. Возможно. Либо, 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 либо это чисто, вот. С вашей, с вашей стороны только. Инициатива. Инициатива построения таких отношений. Такого рода отношений. Вот. Если вы, соответственно, оба осторожны, то вам лучше, конечно, обратиться к специалисту, к психологу, поработать над этим. Вот. Что-то можно сделать сейчас, это больше прислушиваться к партнёру, больше давать партнёру, как бы, ну, проговариваться, да, то есть, что он хочет, что ему нужно и так далее. В случае другого. Вот. И делать для него, а не для себя. То есть, если вы шутите, то шутить нужно для него, для партнёра, не для себя. Понимаете, какая история? Вот. Это вот то, что нужно. Нужно. То, что прямо вот необходимо, если вы действительно хотите отношения построить. Но мне показалось, мне показалось, что у вас прямо сверх мотивация для отношений. Сверх мотивация, она продиктована вашими желаниями и, соответственно, эти желания необходимо определить и реализовать самостоятельно, без вовлечения в это отношение. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку в Дуратомыч. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...